Так беззаботно проводить время могут только дети. Тем более, что в каждом микрорайоне обустроено несколько площадок для них. В период длительных летних каникул игровые комплексы становятся излюбленным местом времяпрепровождения губкинской ребятни. Вот только играть на них не всегда бывает приятно. Мне как-то не очень, что весь день мусор разбрасан. Вот я поднимаюсь и смотрю, какой у нас на площадке мусор. Что бы ты хотел, чтобы в ближайшем будущем, может быть, изменилось на этой площадке? Ну, чтобы все не мусорили, качели никто не ломал, чтобы была горка починята всегда. С юными жителями города полностью согласны народные контролеры. Очередной рейд общественники посвятили обследованию детских площадок. Первый игровой комплекс, который осмотрели народные контролеры, расположен в пятом микрорайоне. Он пользуется спросом у детей. Но хочется отметить, что содержание его желает лучшего, потому что есть поломки, канаты оборванные, раскрученные. Ими невозможно пользоваться. Сломанные качели и разбросанный на площадке мусор, о котором нам рассказали местные ребята, также бросились в глаза народным контролерам. Вместе с детьми общественники навели на территории игрового комплекса «Порядок». Что бы я хотел? Улучшить внешний вид. По периметру площадки игровой, с внутренней стороны сделать неширокий травяной газон. Это сразу облагородит площадку. Ну, желательно увеличить количество скамеек. Уже две до одна сломано – это очень плохо. Негде посидеть. Нет песочниц для самых маленьких. Отсутствие игровой зоны для самых маленьких заметили общественники и на игровой площадке в седьмом микрорайоне. Хотя гуляющей здесь каждый день маленькой Катюше песочница не нужна. Я люблю отыграть. Зато бегать по ровному мягкому полотну площадки не только приятно, но и безопасно. Поэтому народные контролеры обратили внимание на состояние покрытия. Единственное замечание по покрытию – так, чтобы дети не повредили ноги, когда бегают. Там можно это сделать. И еще вот для самых маленьких, мы тут понаблюдали, они большие, конечно, им есть где поиграть. А вот именно для самых маленьких, 2-3 годика, им хотелось бы сделать песочницы, где они могли бы играть. Обратили внимание народные контролеры и на уродующий внешний вид игровых комплексов надписи. Все замечания по состоянию детских площадок и предложения по улучшению их внешнего вида и наполняемости игровыми конструкциями народные контролеры в письменном виде оставят в приемной местного отделения партии «Единая Россия». Те, в свою очередь, направят документы в обслуживающие детские игровые комплексы организации. Екатерина Склюева, Денис Гонцов, Новости Губкинского.